Суд присяжных заседателей является одной из самых распространенных форм участия народа в отправлении правосудия. Простым языком суд присяжных это не суд квалифицированных юристов, а обычных граждан. Они не обладают опытом рассмотрения уголовных дел. О том, с какого периода функционирует институт судоприсяжных в нашей стране и каков критерий отбора присяжных заседателей рассказали прокуроры. У нас в стране практика участия народа в судопроизводстве началась в 2007 году. Уголовное дело с участием присяжных заседателей рассматривается по инициативе обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый может характерствовать о рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей при ознакомлении его с делом, а также на предварительном слушании дела в суде, то есть до назначения главного судебного разбирательства. Какие же дела рассматриваются с участием присяжных заседателей? Прокуроры говорят, дел для данной категории граждан предостаточно. С участием присяжных заседателей рассматриваются все дела об особо тяжких преступлениях. Кроме дел об убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации, против мира и безопасности человечества, против основ в конституционном условиях и безопасности государства, террористических и экстремистских преступлений, воинских преступлений, совершенных в военное время и боевой обстановке, преступления, совершенных в составе преступной группы, об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Изначально количество таких преступлений не было таким большим. Поправки законодательства продолжаются. Так, с этого года с участием присяжных заседателей могут быть рассмотрены медицинские и транспортные преступления. В Казахстане есть много людей, желающих теми или иными способами выразить свою гражданскую позицию, но прокуроры напоминают, что стать присяжным заседателем по своей инициативе нельзя. Стать присяжным заседателем по собственному желанию нельзя, потому как кандидатов отбирает автоматически электронная система по определенным критериям. Так, лицо должен быть полностью дееспособным гражданином республики не младше 25 лет, не должен иметь непогашенной или неснятой судимости, не состоять на учете наркологического, психоневрологического диспансера и не быть судьей, адвокатом, работником правоохранительных органов. Следующее проформирование коллегии присяжных заседателей – это опрос кандидатов. Это необходимо для того, чтобы выяснить, нет ли личной заинтересованности у представителей народа в качестве служителей ФИБИДы. Первый вопрос, который задают кандидатам – знакомы ли между собой участники процесса, знают ли они друг друга, знают ли они о том, какое уголовное дело будет рассмотрено. То есть выясняется практически все. В случае успешного прохождения всех этапов тщательного отбора кандидат становится присяжным заседателем. Немногие об этом знают, но работа присяжного заседателя оплачивается по закону. Да, присяжному заседателю после рассмотрения дела, в случае, если рассмотрение дела затягивается, ежемесячно за счет бюджета выплачивается вознаграждение, в размере половины заработной платы судей районного суда, но это не должно быть меньше среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы, время исполнения присяжным заседателем обязанности входит в трудовый стаж и за ним сохраняется место ее основной работы. Уволить или перевести на другую должность ее никто не имеет права, также руководству нельзя препятствовать оявке суд. Более того, им полагается компенсация комментировочных расходов, а также транспортных затрат до суда и обратно. Люди, получившие статус присяжных заседателей, получают от государства определенные гарантии. Во время участия судей на присяжного заседателя распространяется гарантия независимости судей, то есть это личная защита и защита имущества. Все это делается, если от присяжного заседателя поступит заявление, а также в случаях, когда будут обнаружены другие данные об угрозе безопасности на них или их имущества. Коллегия присяжа состоит из 10 присяжных заседателей основного состава и двух запасных. Придя в судебное заседание, данные лица не знают о том, какое дело будет рассматриваться. Они не знают ни доказательства, они не изучают материалов дела, не знают тот перечень доказательств, которые будут представляться. Их задачей является наблюдать за происходящим, анализировать и сопоставлять между собой показания участника процесса, представленные доказательства, заключение криминалистических, судебно-медицинских и иных экспертиз. При необходимости присяжный заседатель правит делать заметки, задавать вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям и экспертам в письменной форме через председательствующего. В Актюбинской области прокуроры наблюдают рост уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. За предыдущие 4 года было рассмотрено всего лишь 3 дела, где вердикт выносился присяжными. Но только лишь в этом году таких судебных разбирательств было уже 5. В совещательной комнате присяжным заседателям предстоит ответить на 3 основных вопроса. Доказано ли, что деяние имело место? Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Голосование проводится тайно и письменно. Судья и присяжный заседатель не вправе воздержаться при голосовании. Голоса судей и присяжных заседателей равны. Отмечается рост уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей. Так, если за 2019-2023 годы было рассмотрено всего лишь 3 дела, то только в этом году уже 5. Полагаем, что достойно исполнить обязанности, возложенные на присяжных заседателя, руководство и с принципами чести и справедливости является гражданским долгом каждого человека. В нашем регионе продолжается осенний призыв вооруженной силы. Сотни юношей в эти дни проходят медицинскую комиссию. Причем процедура проверки здоровья будущих солдат претерпела некоторые изменения, сообщили в Департаменте по делам обороны. На сегодняшний день в процессе работы медицинской комиссии претерпели ряд изменений. Так, на сегодняшний день при прохождении медкомиссии призывники проходят обследование, общий анализ крови, мочи, флюорографическое обследование, также обследование УЗИ, тем самым проверяя заболевания органов брюшной полости и заболевания органов сердца. Также призывники при направлении войск команды проходят ВИЧ-обследование в областном спеццентре. На данный момент областная медицинская комиссия подключена к медицинским информационным системам ДАУМЕД, в котором можно своевременно выявить состояние призывника на диспансерном учете, а также анализировать его состояние здоровья, смотреть, каким заболеванием данный призывник страдал и обследовался. При прохождении всех врачей и специалистов, представитель медицинской комиссии выставляет степень годности, начальник призыва направляется в соответствующие воинские подразделения. Для более точной оценки состояния здоровья призывников областной ЭКИМАТ приобрел для военкоматов новейшее медицинское оборудование – ультразвуковой аппарат, офтальмологическое устройство, лор-комбайн и дерматоскоп. Прошел сейчас медкомиссию. Желание служить в армии – огромное. Призывник должен быть сильным как физически, так и психологически. Специалисты тщательно проверяют у нас состояние здоровья. Рост, вес и все органы должны быть здоровыми. Для проверки этого медики используют диагностические приборы. Таким образом, медосмотр включает в себя широкий спектр исследований – общий анализ крови, электрокардиографию, флюорографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Для граждан, работающих в сельском хозяйстве, проводится анализ крови на бруцеллез. Если в ходе осмотра возникает необходимость дополнительной диагностики, призывников направляют в поликлиники и стационары. Кроме того, на сборных пунктах, где происходит зачисление воинской части, проводится тестирование на наркотические вещества и ВИЧ-инфекцию. В этом месяце на полигоне Алга новобранцы войсковой части 30-238 прошли боевое крещение. Более двухсот военнослужащих приняли участие в своем первом учении в полевых условиях. Новобранцы впервые взяли в руки автоматы и выполняли элементы ведения боя. Самым серьезным испытанием стало взаимодействие с бронированной машиной. По сценарию в водной ситуации отряд столкнулся с танком, и бойцам поставили задачу вывести технику условного противника из строя. Солдатам нужно было укрыться от танка и атаковать его с тыла с помощью гранаты. Обкатка танками является обязательным элементом подготовки молодых бойцов, сообщило командование воинской части. Впереди у военнослужащих принятие воинской присяги и год боевой подготовки.